Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. Доказано, что люди с чувством юмора живут дольше, поэтому смейтесь чаще, а повод всегда найдется. Зарплата, пенсия, коммунальные платежи. Ведь сами понимаете, когда смешно, тогда не так уж страшно. Обо всем об этом и не только в наших анекдотах. А мы начинаем. Галя, я не понял. Ты же говорила, что не пьешь. Бухая, наверное, была. Молодая пара. Купила на вострое квартиру. Шикарно. Сделали ремонт. Только себе удобненько расположились. И вдруг у них появляется сосед, скрипач, который каждый день, вечер, пиликает на своей скрипке. Они день молчали, второй день молчали, неделя проходит, а он все пиликает и пиликает и пиликает. Жена не выдерживает. Говорит, дорогой, ты мужчина или нет? Я не понимаю, насколько можно это все терпеть? Пойдись, не разберись. Муж уходит. Какое-то время его нету. Возвращается. И все замолчало. Жена радостно говорит, фух, ты у меня прелесть, ты у меня золото, а не муж. Тебе удалось его уговорить? Он говорит, нет. А как же так? Почему же он замолчал? Ты знаешь, никакие уговоры не помогали. Просто пришлось взять его скрипку и выкинуть в окно. Надеюсь, она разобьется. Все-таки седьмой этаж. Говорит, как? Он же никогда не выпускает эту скрипку из рук. Так и сейчас не выпустил. Друзья, каждый раз считая ваши комментарии, которые вы оставляете под нашим видео, мы просто любуемся. И вы знаете, мы подумали, что ваши комментарии все-таки заслуживают на какой-то приз. Мы решили, что этот приз должен быть не какой-то, а самый лучший. Поэтому за лучший ваш комментарий в конце каждого месяца вас будет ждать приз от нас, от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. А мы продолжаем. Знаете, недавно заметил такую штуку. Выходя из парикмахерской, я вдруг задумался. А нафига парикмахер постоянно спрашивает, как меня постричь? Алло, Кать, ну скажи, как насчет свидания? Я согласна. О, класс. Только ты это, возьми с собой симпатичную подружку. А, ты будешь с другом? Нет, это я так, на всякий случай. А вдруг ты страшная? Мама, мама, я женюсь. Ой, Сёма, а на ком? На Яне. Как на Яне? Сёма, что ты такое говоришь? Ты-то что? Я, она же не еврейка. Нет, ты никогда на ней не женишься. Только через мой труп. Мама, мама, успокойтесь. Поберегите свой труп. Ян чистокровный еврей. Привет, Колян. Как жизнь? Ха, как в сказке. В смысле? Ну, представляешь, моя жена вычитала в интернете, что от Миньета худеют. Что, правда? Не знаю. Но, господи, спасибо тому, кто это написал. Я не знаю. Вот многие говорят, что в детстве учились целоваться на помидорах. А я решил, да нафиг мне помидоры. Начал целовать свою руку. А потом как-то так закружилось всё, затянулось, влюбилась. А вот он всё перешло на секс. Жена утром просыпается, смотрит на будильник, говорит, дорогой, в чём дело? Почему ты меня не будешь? Он спросил, да успокойся, дорогая, буду. Но только вечером. Парень с девушкой. Парень говорит, ты знаешь, от всех предыдущих женщин я взял одной и той же фразой. Она говорит, да? А меня не возьмёшь? Нет, тебя не возьму. Потому что ты не такая, как все. Ты особенная. Ты прекрасная. Ты лучше всех. Идут два наркомана по улице, вдруг один второго толкает, говорит, Вася, Вася, улыбайся, он в бобик едет. Проходит полчаса, Вася, перестань улыбаться, мы уже в бобике. Роза Марковна, вы заполнили анкету и написали в анкете, что вы по национальности украинка. А что такое, что не так? Ну какая вы украинка, что у вас украинского? Здрасте вам. А 45 килограмм сала. А скажите честно, а вы знаете эту тонкую грань от выпить до блеска в глазах и наебениться до потери пульса, а? Я тоже не знаю. Мужика пучило, сильно пучило, он уже не выдерживает, с таким животом прибегает к врачу и говорит, доктор, помогите, не знаю, что делать. Тот его обследовал, ну и решил приколоться, говорит, о, дорогой, так ты беременный. Тот говорит, как? Говорит, не знаю. Ну вот тебе таблетки сделаешь аборт. Тот говорит, боже мой. Тот говорит, по одной таблеточке в день. Тот говорит, хорошо. Только выходит от врача, сразу все таблетки высыпает, бах, заглотил. И тут его придавило на горшок. Он смотрит кругом, смотрит, открытый люк. Он подбегает к этому люку и туда, фух, как дал. Оттуда сантехник вылазит. Ой, мамочка. Тут его ногой назад запихивает. Нет у тебя, мамы, сирота ты, сирота, блядь. Парень залазит на девушку, а она говорит, Коля, подожди, а как же прелюдия? Здрасте тебе. Я же потрогал тебя за сиську, забыла? Две медсестрички в психиатрической больнице общаются между собой. Одна говорит, фух, слушай, а что ты за пациент вчера у вас в отделение поступил? Постоянно орет, Беджамин Франклин, Беджамин Франклин, Беджамин. Говорит, ой, а что тебе сказать? Понимаешь, просто у него маленький сын есть, 4 годика. Он ему 285 портретиков принес Беджамина Франклина. Да? А откуда он их взял? Из 100-долларовых купюр вырезал. Ты ж смотри, какой парадокс. Одна бутылка душевно посидели, две – перебор, а три – мало, мистика какая-то. Встречаются два друга. Один грустный такой. Первый к нему говорит, Фима, что случилось? Что ты такой грустный? Ай, не спрашивай. Что не спрашивай? Скажи, что случилось? Шо, купил два лотерейных билета. И шо, ничего не выиграл? Первый выиграл машину. Тю, так что ты плачешь, что ты грустный? Так а второй, нахера я покупал? Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok